Здравствуйте уважаемые друзья! Вот и завершились самые скандальные Олимпийские игры в истории. Люди со всего мира навсегда запомнят шокирующие моменты церемонии открытия. Заключительные аккорды парижских соревнований не стали исключением, ознаменовав себя ярким символом неудач, которые преследовали их с самого начала. О скандальных моментах закрытия Олимпийских игр в нашем ежедневном обзоре новостей. Ну а для того, чтобы всегда быть в курсе событий, ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся на канал. Парижская Олимпиада, о которой говорили с такими высокими ожиданиями, на деле стала одной из самых скандальных и провальных спортивных событий последних десятилетий. Еще до официального открытия стало ясно, проблемы только начинаются, атлеты жаловались на условия проживания в Олимпийской деревне, маленькие комнаты, картонные кровати и поролоновые матрасы. Неудивительно, что это вызвало волну недовольства среди спортсменов, привыкших к другому уровню комфорта. Не только проживание, но и питание оказалось на уровне, которое спортсмены едва могли терпеть. Все это на фоне жары и духоты, которые стали невыносимыми по причине отказа организаторов от установки кондиционеров, решения которые прикрыли заботой об экологии. Но когда речь идет о комфорте и здоровье участников, такой шаг кажется не просто спорным, а откровенно непродуманным. Но на этом скандалы только начинались. Первые же соревнования, например футбольный матч между сборными Аргентиной и Марокко, превратились в хаос. Болельщики, недовольные ходом матча, выбежали на поле, прервав события на два часа. Безопасность на турнире была организована отвратительно, и это стало еще одним показателем провала подготовки к Олимпиаде. Открытие игр обещало быть грандиозным и необычным, впервые в истории Олимпийская церемония проводилась не на стадионе, а прямо в центре города на реке Сеня. Это была амбициозная идея, но реализация оставляла желать лучшего. Непогода, технические сбои, странные и порой нелепые перформансы, все это свело на нет любые попытки сделать церемонию запоминающейся в хорошем смысле. Кроме того, церемония открытия запомнилась и странными перформансами. Появление мужчин в женских костюмах, вульгарные пародии на религиозные символы, все это вызвало у многих зрителей шок и возмущение. МОК пришлось извиняться, но это уже мало что могло изменить. Апогеем всех скандалов стали две золотые медали, которые выиграли Иман Хилиф и Линью Итин. Ранее они были отстранены от участия в чемпионате мира за проваленные гендерные тесты. МОК продемонстрировал свою толерантность, допустив этих спортсменок участию в Олимпиаде, что вызвало бурю возмущения и обсуждений среди общественности. Такое решение вызвало резонанс в спортивном сообществе и поставило под сомнение честность соревнований. Как бы то ни было, мужчины победили девушек и стали олимпийскими чемпионами по боксу. Не обошлось и без инцидентов, связанных с безопасностью. Триатлон проходил на реке Сена, которая давно непригодна для купания по причине высокого содержания патогенных бактерий. Несмотря на все усилия местных властей доказать обратное, состояние реки оставляло желать лучшего. В результате многие участники соревнований столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем, включая кишечные инфекции и другие желудочные заболевания. Этот эпизод стал еще одним свидетельством провала французских организаторов в обеспечении безопасности и комфорта для спортсменов. Казалось бы, такого рода вопросы должны быть учтены заранее, но Париж явно не справился с этой задачей. И это лишь один из многочисленных примеров того, как организаторы не смогли обеспечить должные условия для участников. На фоне многочисленных проблем с организацией, другие скандалы казались привычными. Например, охранник не пускал на стадион известную легкоатлетку Шелли Энн Фрейзер по причине того, что она приехала на личном транспорте, а не на автобусе команды. Кажется, что такие правила должны были быть четко донесены до спортсменов, но, видимо, это еще один провал в цепочке организационных ошибок. Другие примеры также показывают, насколько беспорядочной была эта Олимпиада. Кенийскую бегунью Фейт Кипьегон лишили медали по причине того, что она взяла соперницу за руку. А парагвайскую пловчиху Луану Алонса и вовсе выгнали из Олимпийской деревни за то, что она не ночевала в Олимпийской деревне. Израильская пловчиха Анастасия Горбенко пропустила финальный заплыв по причине того, что организаторы сообщили о ее участии всего лишь за несколько минут до старта. Члены австралийской сборной по хоккею на траве арестовали за попытку купить наркотики. А женская футбольная сборная Канады была уличена в шпионаже, что привело к дисквалификации главного тренера и некоторых сотрудников. Закрытие Олимпиады, которое могло бы стать достойным финалом, превратилось в очередной скандал. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступавший на церемонии, был встречен свистом и недовольным гулом толпы. Этот момент стал символом общего настроения, царившего вокруг Олимпиады. Люди явно не поддерживали происходящее, и выступление Макрона только подчеркнуло этот разрыв между ожиданиями и реальностью. Эммануэль выглядел обескураженным и явно не ожидал такой реакции. Он был вынужден остановиться на некоторое время, прежде чем смог начать свою речь. Но слова президента утонули в недовольном шуме толпы, и это был момент, который четко показал уровень проведенной Олимпиады. Актер Том Круз и великолепная музыка спасли церемонию от полного провала, но это было лишь небольшое утешение на фоне общего разочарования. От начала до конца Олимпиада была омрачена многочисленными проблемами, начиная с неудобств для спортсменов, и заканчивая скандалами на спортивных аренах. Неумелая организация, череда скандалов, небезопасные условия для спортсменов, и наконец позорное освистание президента страны на церемонии закрытия. Все это оставит глубокий след в памяти тех, кто наблюдал за этими играми. Сам факт, что церемонию закрытия спасли разве что музыка и известный актер, говорит о том, насколько все было плохо. Эта Олимпиада станет ярким примером того, как не стоит организовывать такие крупные мероприятия. И хотя оптимисты могут найти в этих играх свои положительные моменты, общее впечатление останется крайне негативным. Согласны ли вы с тем, что Олимпийские игры в Париже были самыми неудачными в истории, поделитесь вашими мнениями в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok